И тогда, когда мы что-то себе позволяем, и пытаемся оправдываться, голос совести хлопает нам по плечу Виктор. Но это же не совсем так. Она подходит. Потому что она не подкупна. Потому что она не подкупна. Потому что она не подкупна. Как я уже сказал, в келер. Ein Mensch может отправить, как я уже сказал, в келер. И в келере может быть потихен, но еще более. И в келере может быть потихен. Виктор, помни у тебя свои недостатки. И я тебе уже несколько лет об этом напоминал. Братья и сестры, сами себя исследуйте. Братья и сестры, erforscht euch selber. Слава Господу, дорогие Братья и сестры. Братья и сестры, Братья и сестры. Братья и сестры, прекрасный, чудесный, воскресный день, который сегодня нам подарил Господь. Слава Богу. Я желаю предложить нам, братья и сестры, из Евангелия Матфея, слова Господа нашего Иисуса Христа. Здесь говорит Иисус Христос о уже пророках. И Он говорит о некоторых критериях, по которым мы можем узнавать их. Вы знаете о людях, которые опасны для доверяющихся им. О людях, которые несут лжевучения, распространяют духовную болезнь, и так далее. И смотрите, говоря о них, посмотрите, как формулирует Христос это. Берегитесь уже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные. Это Евангелие Матфея, 7 глава, 15 стиха. Евангелие Матфея, 7 глава, 15 стиха. «По плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. «Итак, значит, итог всему тому, что сказал до этого Христос, всем этим критериям, по которым мы можем узнавать людей, кто они, Христос сказал, «Итак, по плодам их узнаете их». И Христос сказал, «Итак, по плодам их узнаете их». Знаете, братья и сестры, wisстите, брютеры и швесты, человек так устроен, он так устроен, анализировать, испытывать, анализировать, проверить кого-то, наблюдать за кем-то, hinter jemandem, вы уже, наверное, догадываетесь, о чем я хочу сказать. И это хорошо и правильно, это очень разумные меры предосторожности, чтобы нам не впасть в беду, чтобы нам духовно не заболеть, и так далее, чтобы мы не были увлечены каким-то лжелучением, и об этом предупреждал Христос. «Берегитесь лжепророков», которые приходят, как волки в овечьей шкуре, «берегитесь их», говорит Христос. И вот вы знаете, мы можем смотреть так по сторонам вокруг нас, везде, где мы бываем, анализируя общество, ситуацию, человека. Мы анализируем die allgemeinheit, den Menschen, die ситуацию, потому что, как я уже сказал, это нам свойственно, испытывать брата, испытывать сестру, мужа, жену, детей, родители, die Kinder, die Eltern, какие они хорошие, или насколько они плохие, wie gut sie sind, oder wie sie schlecht sind. Давайте мы вот этот последний стих, lasst uns diesen letzten Vers, переведем на нас с вами, auf uns übertragen. Итак, по плодам вашим узнаете вас. Und so, an euren früchten werdet ihr euch erkennen. Итак, по плодам своим узнаете себя. Und so, an euren früchten werdet ihr euch erkennen. Оно звучит, может быть, не совсем обычно, но оно принесет самую большую пользу для нас, когда мы думаем о нашем спасении. Хорошо и полезно думать о спасении кого-то. Но оно нам не принесет никакой пользы, если мы о своем спасении будем забывать. Wenn wir über unsere erretung es vergessen, или оно у нас будет на последнем плане. Помните, Иисус Христос привел пример. Как два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой был митарь. Einer war ein фарисей, und der andere war ein зелнер. Брат Edik, проповедующий до меня, он коротко напомнил о доброй совести. Er hat kurz in erinnerung gebracht über das gute Gewissen, которую старался иметь Apostel Павел. И вот братья и сестры, вот эти два человека пришли помолиться. So, братья и сестры, diese zwei Menschen sind gekommen, um zu betен, и у обоих из них была совесть. Und einer von ihnen hat ein Gewissen gehabt. Но я думаю, что она по-разному функционировала. Aber я думаю, что это unterschiedlich функционировало. И имело, наверное, разное право голоса, если так можно выразить. Es hat wahrscheinlich eine unterschiedliche стимы gehabt. Представим себе, stellen wir uns vor, совесть это такая хорошая, добрая, ну, я назову это как личность, чтобы понятнее было. Stellen wir uns mal vor, что Gewissen это такая schöne и хорошая Persönlichkeit. Конечно, относится к качеству, natürlich das ist eine Eigenschaft, которая Бог дал человеку, давайте представим себе это как личность, которая живет вместе с нами в нашем доме, в квартире, и вот когда добросовестный человек, когда он с совестью в хороших отношениях дружит с ней, вы знаете, эта совесть имеет хорошее место у него в квартире, имеет прекрасную спальню, мягкую и теплую кровать, она всегда вместе и завтракает, и обедает, и ужинает с человеком, с хозяином, и с хозяином, в зале у этого хозяина всегда для совести есть хорошее мягкое место, кресло, и в доме в доме у гостей и и гостей с гостей Он говорит, будь спокойно, я уже не могу слышать, я уже не могу слышать, он запер ее, значит, в обществе рау, а если у кого-то в доме есть келер, в келер, в самом последнем углу, вот такое отношение иногда люди имеют к совести, Кому-то она может еще о чем-то говорить, а кому-то уже почти ничего не говорит, он этот голос совести уже почти не слышит, И вот теперь приходят два человека, в храм помолиться, и как я уже сказал, у каждого из них есть совесть, И вот могу предположить, конечно, Христос об этом не говорил, но я могу предположить, Что вот эти два человека, когда они молились, они, наверное, слышали друг друга, Фарисей, может быть, громко молился, для мытаря, этого грешника, не было, значит, проблем его услышать, Я могу предположить, что вот этот митарь, он, наверное, в полголоса, может быть, так шепотом молился, что он, наверное, в полголосе, может быть, так шепотом молился, А Фарисей, наверное, и это услышал, И вот молятся они, и так шепотом молятся, Фарисей молится и перечисляет Бог, и говорит, Господи, Я тебя сердечно благодарю. И фарисей, он бетет и заявит, И я подожду два раза в неделю, Я даю десятину, И этот перечень «я», «я», «я» можно добавлять. Вы знаете, слыша эту молитву, в сердце человека, мытаря, заговорила совесть. И он говорит, «Господи, что я могу тебе сказать?» И он говорит, «Господи, что я могу тебе сказать?» Стал только бить себя в грудь. И он говорит, «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Он говорит, «Господи, что я могу тебе сказать?» «Будь милостив ко мне грешнику». А фарисей дальше перечисляет молитву. И фарисей ведет продолжительное молитву. «Боже, я благодарю тебя, что я и не такой, как этот мытарь, что я и не такой, как этот мытарь. Я тебя сердечно за это благодарю». И пошли обои домой. И Христос говорит, говорю вам, И Христос говорит, что вот этот мытарь, что этот мытарь, пошел более оправданно в дом свой, что он легче вертик на хаусе, чем фарисей, потому что всякий возвышающий себя унижен будет. Потому что каждый, который себя унижает, будет унижен. А унижающий сам себя возвысится. Братья и сестры, какая разница была между этими людьми? Братья и сестры, какие разница были между этими людьми? Они по-разному оценили себя. Они по-разному оценили себя. И одна молитва была Господу угодна, а другая, похоже, нет. Иначе бы Христос не привел именно это в пример. Апостол Павел в своем втором послании Коринфянам в 13 главе пишет, «Самих себя испытывайте». Прюфит euch selbst. Самих себя исследуйте. Прюфит euch selbst. В вере ли вы? Штет и им глобом. Братья и сестры, это очень важно. Прюфит euch selbst. Это очень важно. Самих себя исследовать и самих себя испытать. Ум sich selber zu прюфин, ум sich... ...эфоршен. Эфоршен, да. Братья и сестры, я прочитал о дереве, брюдер и швестер, я обе гелесен, обе гелесен, обе гелесен, обе гелесен, с которым сравнивает Иисус Христос людей, с которым Иисус Христус die Menschen vergleicht. Он говорит о плохом дереве, и он говорит о хорошем дереве. И он говорит о хорошем дереве. Братья и сестры, и когда мы будем исследовать себя, и брюдер и швестер, когда мы будем исследовать себя, как наше дерево, как наше дерево, то к чему мы придем? То к чему мы придем? Я говорю сегодня о добросовестных людях. Я говорю сегодня о знаменитых людей, которые живут в хорошем взаимоотношении со своей совестью, и вот вы подходите к своему дереву, и вы приходите к своему дереву, и смотрите на это дерево, и вы видите на этот дерево, и вы найдете что-то такое, и вы найдете что-то, что Господу не угодно, замечаете недостатки, и вы заметите недостатки. Теперь, друзья мои, не кого-то, но свои недостатки, но свои недостатки, может быть, кто-то узнает какую-то ветвь еще с позапрошлого года, может быть, может быть, кто-то видит еще один аст в прошлом году, оно уже столько выросло, так укрепилось на этом дереве, и вы видите, что это ветвь, и вы видите, что этот аст приносит плохие плоды, плохие фрукты, это связано с обидой, с огорчением, и вы можете вспомнить, что еще в прошлом году вы это заметили, что на вашем дереве появилась вот такая ветвь, но тогда оно еще было маленьким, и вы не придали этому никакого значения, но теперь уже прошло два года, о, сколько плодов она произвела, о, wie viel фрукты hat sie schon hervorgebracht, и вы думаете, пора взяться за пилу, и вы думаете, это будет время, эти сеги у кого-то могут быть другие недостатки, кто-то может быть может быть другие недостатки, понимаете, мы рассматриваем и исследуем наше дерево, вы знаете, мы рассматриваем и исследуем unseren баум, это так, как если бы вы со Христом подошли к этому дереву, и Христос начал бы раздвигать ветви нашего дерева и искать на нем хорошие плоды, и Христос и Христос angefangen эти Эсти азнандо zu schieben и angefangen zu suchen gute фрукты на diesem дом и сын он он это gesagt мой сын моя дочь моя дочь вот эта ветвь уже с прошлого года а это с самой юности и ты взращиваешь и взращиваешь и взращиваешь и на нем только листья а те ветви которые должны приносить плод они даже не в состоянии принести плод потому что весь сок все питание тянет вот это основная теперь уже укрепившаяся ветвь в твоей жизни из-за этого ты теряешь дерзновение пред богом ты постоянно спотыкаешься об этом ты мечтаешь когда-то это оставить но не оставляешь этого у тебя нет настоящего покаяния тебе не хочется расстаться с этим ты это еще любишь и чем больше эта ветвь тем опаснее это для дерева потому что спиливать его может быть очень трудно братья сестры это когда мы себя исследуем и Христос показывает нам на наши недостатки но когда мы смотрим на дерева других вокруг нас но себя не исследуем все это так зарастет что трудно будет узнать какого сорта это дерево что можно erkennen я вспоминаю когда отец наш обрезал значит в нашем саду ветви у нас был большой сад и он обрезал ветви и он так подойдет к дереву и он подойдет к дереву посмотрит вокруг обойдет потом берет пилу лестницу и начинает пилить и он начинает пилить такие хорошие такие знаете длинные ветки были под деревом и я спросил почему он такие красивые лангии эсты обрезал из некоторых из них можно было делать удочки кто занимался садоводством знает о чем я говорю знаете такие тонкие длинные побеги они были красивые ровненькие но они были бестолковые бесплодные и отец мой говорил они тянут сок с дерева но они не приносят плода и вот когда он обрежет дерево и мы и дети должны собирать все эти ветки и носить их на одну кучу потом следующее дерево и так далее и потом образовывалась куча вот таких побегов и что с ними делали их сжигали так как говорит Христос всякое дерево неприносящее плода срубают и бросают в огонь и христос говорит о себе что он есть глаза а мы есть ветви кристос говорит что он и всякую ветвь неприносящую плода отсекают и бросают в огонь самих себя исследуйте верили вы братья и сестры это очень важно а иногда когда мы себя исследуем вы знаете мы можем это не замечать а почему вроде бы и есть что-то но мы стараемся с этим как-то ну еще смириться если у нас еще голос совести хорошо слышим как я уже сказал если он у нас в хорошем месте он рядом с нами на диванчике сидит и тогда когда мы что-то себе позволяем и пытаемся оправдываться голос совести так хлопает нам по плечу и говорит Виктор но это не совсем так когда мы слышим недостатки других Застив ко мне грешнику. Помоги, чтобы мне в этом исправиться. Кто-то сказал, когда мы показываем пальцем на кого-то, то четыре пальца или три пальца показывает на нас. Кто-то сказал, когда мы показываем пальцем на кого-то, то мы показываем на кого-то. Об этом надо не забывать, друзья мои. Это очень хорошо и полезно. Это очень хорошо и полезно. Но если голос совести уже к нам не говорит, если мы ей запретили говорить, если мы ее запретили, заперли ее в кладовку, то мы их запретили в кладовку и начинаем мечтать, то мы начинаем, об себе мечтать, то где-то там в кладовке ему услышим. То, что мы слышим в кладовке. То, что мы слышим в кладовке. Она melдет себя. Она melдет себя. Потому что она не подходит. Потому что она не будет покупать. Они могут отправить ее в кладовку. А в кладовку может быть потише. И в кладовку может быть. Виктор. Помни у тебя свои недостатки. Я тебе уже несколько лет об этом напоминал. Братья и сестры, самих себя исследуйте. Мы хотим быть хорошим, добрым, плодносным деревцем в Саду Божьем, правда? Мы хотим, чтобы наша жизнь была угодна Господу. И Господь этого тоже желает. Сейчас мы будем молиться Господу. Братья и сестры, помолимся вот так Господу, скажем, Господи, помоги нам. Самих себя исследовать. Мне очень понравилась реакция вот этих людей, которые привели женщину, мы тоже сегодня слышали, в прелюбиянии ко Христу. И все знали, что она заслужила. Потому что Моисей сказал, вот таких надо побивать камнями. Потому что Моисей сказал, что такое должно стоить. Ты что скажешь? И что ты скажешь? Обратите внимание. Это то, о чем я сегодня хочу всем нам сказать. На то, что я сегодня хочу всем нам сказать. Христос оборачивает все это. Христос оборачивает все это. И спрашивает. Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень. И он спросит, кто из вас без греха? И сегодняшним языком этой притчи, которую я сейчас привел. И с сегодняшним языком этой притчи, которую я сейчас привел. Можно выразить это так. Kann man это так изразить? Стоят эти люди. И стар и млад. И вдруг у старших. И они поворачиваются и начинают уходить. И они начинают уходить. У следующих. Они поворачиваются и уходят. И до младших. И до младших. И у последних тоже софи стала беспокоить. И у последних тоже софи стала беспокоить. У тебя тоже был настрой. Ты тоже с камнями пришел. И написано, и ушли все. Вот хорошее качество подарил нам Бог. Правда? И мне интересно. Вот я просто, ну, Респект хочу сказать этим людям. И интересно. Я просто хочу сказать, ну, Респект хочу сказать этим людям. Хоть они были книжники, фарисеи там, или кто там был. Ну, похоже, по совести, они еще были не совсем испорченные люди. Но на этом gewissenе, они были еще не совсем испорченные люди. Ведь Христос не обращался к каждому из них в отдельности. Ведь Христос не обращался кс Scalia обращалисьlung, Он говорит, ну-ка, иди сюда. А ты вот это делал. А ну-ка, иди сюда. А ну, кой так ты вчера что делал. А ты вчера делал. А ты вчера говорил неправду. А ж ты вчера не прощался кс Nationу. И так далее. Христос этого не делал. Просто сказал, в общем. Христос не обращался. Он говорит, что они все ушли. Прислушиваясь голос Lawrence. И Христос говорит женщине, женщина, где твои обвинители? Никто говорит, не осудил меня. Женщина, и я не осуждаю тебя. Иди с миром. Впред не греши. Больше не поступай так. Я не осуждаю тебя. Иди, и больше не делай этого. Она глубоко осудила себя в сердце. Вот наш Иисус Христос. В этом мы можем его узнавать. И когда мы оказываемся на таком похожем месте, не обязательно с таким страшным грехом. Не обязательно с такими страшными грехами. Убийство или прелюбодействие. Мит морд или хурорай. Которые уже больше нельзя исправить. Как-то брат Беспалов сказал. Два греха нельзя исправить. Это когда человек убил человека. Он не может это больше возместить. Или грех, прелюбодеяние или блуде. Ты это не можешь исправить. Ты можешь только слезно каяться. Чтобы Бог тебя простил. Все остальное как-то можно еще возместить, исправить и так далее. Как хорошо, что у нас есть Христос. Я бы хотел сейчас вместе с вами помолиться, братья и сестры. Пусть поможет нам Господь. Могет der Herr uns helfen. Самих себя исследовать. Uns selber zu erforschen. Может быть в нашей жизни есть что-то такое незначительное. Vielleicht gibt es in unserem Leben, das nicht so benennenswert ist. А Христос бы хотел и это спилить. Но Христос бы хотелось бы это обезьян, чтобы мы от этого избавились. Чтобы мы могли больше привезти к плодам. Чтобы мы могли бы еще больше привезти к плодам. Аминь. Встали наши ноги. Будем молиться. Если кто желает, покажем сегодня. И будем молиться. Если кто желает, покажем сегодня. Примириться с Господом. Сих versöhнуть с Господом. Можете пройти сюда вперед, мы за вас помолимся. Вы можете на vorne kommen, и мы будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok